Раз, два, три. Ура! Путепровод в Курчатове ждали давно. Раньше горожанам приходилось сделать большой крюк по разбитой дороге. Новая транспортная развязка облегчила жизнь не только водителям, но и пешеходам. Нам, как бы, пенсионерам, мы будем прогуливаться здесь. А молодым людям хорошо будет ездить в свои дома, в свои коттеджи. Четыре полосы движения, тротуар с ограждениями и система ночного освещения. Путепровод построили за год, в два раза быстрее намеченного срока. Особенно рады ему жители Южного микрорайона. Молодая мама Юлия Федорова теперь постоянно прогуливается здесь со своим малышом. Наконец-то дождались эту супердорогу. Мы живем на высоком этаже, поэтому мы все работы, как ее делали, все прекрасно видели. И мы прям очень довольны, как это. Молодцы. Тут очень хорошо для детей отведено. Мы сначала не увидели вот этот вот, как сказать, тротуар для детей. Ну, для взрослых, для детей. А так супер вообще. Длина сооружения почти 900 метров. Для Федора Федюшина путепровод уже стал излюбленным местом для прогулок. Я сначала тут, как бы, как курировал. Мне все это знакомо. Я думаю, это очень благоприятно, скажется, для всего населения нашего города. То, что город у нас еще будет расширяться жить. Вот там сваи слышите, бьют там. Будет строительство в эту сторону продолжаться. Появление путепровода открыло Курчатову второе дыхание для развития жилищного строительства. Объект возвели по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Общая стоимость работ превысила 300 миллионов рублей. В следующем году мы запланировали на уличную дорожную сеть Курчатова направить 150 миллионов рублей. Это будут построены новые улицы в Южном микрорайоне и будут отремонтированы улицы города Курчатова. Через путепровод уже запустили общественный транспорт до жилого комплекса «Атомград». В будущем также планируют реконструировать перекресток улиц Советской и Садовой. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня. Продолжение следует...